Привет, меня зовут Травкин Иван, и сейчас я расскажу, как пользоваться списками интересов на Фейсбуке. В моей ленте обновлений на Фейсбуке творится нечто. Дело в том, что у меня широкий круг интересов. Меня интересуют новости электронного обучения, новые медиа и их приложения в образовании, а вообще будущее образование, его мировая реформа. Кроме того, мне интересна архитектура, дизайн, программирование, технические новинки и множество других вещей. При этом мне вовсе не хочется захлебнуться в нескончаемом потоке информации. Я хочу ориентироваться, хочу потреблять ее раздельно, то есть иметь возможность переключаться с одного информационного контекста на другой. К счастью, теперь у Фейсбука есть такой инструмент, который позволяет выделять отдельные темы в новостном потоке. Речь идет о списках интересов, и сейчас я расскажу, как им пользоваться. Обычно я использую очень простой сценарий. Откроем мой лент обновлений и посмотрим, что там есть. Дизайн. Отлично, списка по дизайну у меня еще нет. Итак, я хочу создать список интересов, в котором будут отображаться все обновления, связанные с дизайном. Я щелкаю по названию страницы и перехожу на нее. Перейдя на страницу, я вижу, что здесь есть кнопка liked, которая говорит мне о том, что эта страница находится у меня в избранном. И чтобы работать со списком, мне достаточно навести на нее указатель мыши. Когда я навожу указатель мыши, я вижу предложение добавить данную страницу в тот или иной список. У меня еще нет списка, посвященному дизайну, поэтому я выбираю пункт new list, чтобы создать его. Открывается диалог соответствующий. Я вижу в нем выделенную страницу, которую я хочу добавить. Я нажимаю next. Выбираю тип списка, пусть это будет список public, то есть будет доступен всем пользователям сети Facebook. И остается указать название данного списка, мы назовем его design. Нажимаем done и наш список создается. Замечательно, у меня появился новый список, который носит название design. Я хочу показать вам еще одну очень интересную функцию Facebook для списков интересов, которую называют рекомендации. Вернемся на главную страницу Facebook, прокрутим ее немного вниз, чтобы посмотреть список наших интересов и откроем его целиком. Вот весь список моих интересов, которые я успел создать в настоящий момент. Откроем список future ad, будущее образование. Справа мы наблюдаем список рекомендаций. То есть те страницы, которые содержат контент, похожий на тот, что уже есть в моем списке интересов. Я хочу посмотреть страницу add chat. Я открываю ее в новой закладке, чтобы убедиться в том, что это релевантный контент. Пролистываю. Я вижу, что да, действительно содержание данной страницы может быть мне интересно и оно действительно относится к данному списку. Я нажимаю добавить. После этого я обновляю страницу. И вижу, что изменения вступили в силу. Я пишу. Я снимаю. Продолжение следует...